Привет! Это вторая серия проекта «Простые сложности» и в этот раз мы будем вырезать полости в брашах с помощью других брашей. Функция Curve. Внимание! Данная функция Хаммера может вызывать ошибки или ухудшение оптимизации вашей карты. Пользуйтесь Curve разумно. Что ж, а теперь переходим к делу. Пример первый. Допустим, вам нужен дверной проем. Вы можете создать его вручную из трех брашей, а можете из двух, экономия клики и время. Сначала делаем стену. Затем еще один браш, которым будем вырезать проем. Жмем правый клик, выбираем функцию Curve, удаляем этот браш и проем готов. Пример второй. Проемами окнами все понятно, но что, если нам нужно круглое отверстие? И вот тут Curve нам необходим, как никогда. Опять делаем стену. Далее в примитимах выбираем цилиндр. Ни в коем случае не арку. Позже я объясню почему. Выбрав цилиндр, задайте ему 24 грани. Более 31 вызывают ошибку. Разместите браш в стене и кликайте Curve. А вот и наша дыра. Обратите внимание на количество созданных брашей. Чем их больше в одном объекте, тем сильнее будет падать ваша оптимизация. Поэтому целеобразнее будет использование моделей. Проппер вам в помощь. Арки и сгруппированные объекты. В начале урока я обещал объяснить, почему нельзя использовать для вычитания арки. Все дело в том, что нельзя одновременно вычитать несколько брашей из одного объекта, так как Curve будет копировать браши друг поверх друга и неправильно разбивать сетку. А примитив арка, в отличие от цилиндра, состоит из множества брашей. Если вы хотите в одной стене несколько дыр, то проводите Curve по очереди с каждым вычитаемым брашем. Надеюсь, этот урок вам помог. Ну, а вы можете помочь лайком, подпиской или финансово донатом. Пока-пока!